ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нижний рычаг передней подвески. Как может пригодиться поршень от переднего тормозного суппорта. Да, старенький, ржавенький. Уже никуда не пойдет по прямому назначению. Но по другому назначению очень хорошо помогает при выбивании шаровой. Он идеально встает как упор при выбивании его вот в этот диаметр. Вставляем мы его, переворачиваем. А здесь находится шаровая, да? Вот так. Ну и, короче, молотком бьем, и она вылетает туда. Вот сейчас она у меня вот так вот была, да? Снизу упор. Стучим, и она вылетает. Но перед этим надо погреть. Надо погреть ерундой пару минут. Потому что так закоксовано было. Хотя ему там не 40 лет, меняли там, может, лет 10 назад. Пришлось отпилить верхний крепежный вот этот хвост, чтобы было удобно бить. Ну, неудобно прессовать. Попасть ровно сюда в диаметр какой-то там другой ответной части. Тяжело давить. А когда срезано бьешь, и все, вот тебе и пригодился. Не выбрасывайте железяки. Любая железяка пригодится. Шаровая снята. Все шаровые сняты. Теперь мы имеем готовый нижний рычаг к обработке, к мехобработке перед покраской. Надо вот в эту еще раз долбанную часть приварить шайбу. Потому что разбило. Отверстие стало овальной. Зачистим, приварим круглую шайбу подходящего диаметра внутреннего, и будет окей. Вперед. Крутим дальше. Итак, информация про пружины. Про передние пружины. В связи с тем, что со стороны водителя пружинка лопнула в районе нижнего крепления у рычага. вот здесь, да, на рычаге она вот здесь лежала этот ободок нижний. Уже, не знаю, может, много лет. И, короче, уже было понятно, что с этим не справиться. заказал из-за Урали приехали два комплекта пружин. Первый комплект пружин бэушных. Диаметр прутка тоньше, чуть ли не на 2 мм, но выше. Соответственно, машина будет помягче и хода будут больше. А есть второй комплект пружин. Они по высоте такие же, но диаметр прутка там буквально тут 18, а тут 17,5 на 0,5. меньше. И витков у него шаг витков здесь больше, а здесь меньше. Соответственно, это жестче, но чуть-чуть потоньше. По идее, может быть, даже аналогично. Потому что чем больше витков, тем она мягче считается. Мягче ей будет сжиматься, пружиниться. А здесь будет потверже она будет пружиниться. Но изначально высота будет прежняя какая-то. Какие она была на оригинальных, как она должна быть, никто не знает, потому что никто не скажет, менялись они. По-моему, менялись даже уже. Не может такого быть, чтобы там машин 30 лет на одних пружинах. Надо посмотреть записи предыдущего хозяина, по-моему, менялись. можно буду ставить вот эти пожестче, а может они не пожестче, наверное, такие же. Когда идет речь о раме, есть такая хорошая песня, особенно про такие участки, сквозные отверстия, и тот момент, когда раму почти нельзя уже подправить, уже поздно с ней заниматься, и так звучит песня. Когда идет речь о раме, есть такая хорошая песня, особенно про такие участки, сквозные отверстия, и тот момент, когда раму почти нельзя уже подправить, уже поздно с ней заниматься, и так звучит песня. Первые шаги к сборке подвески Нижний рычаг Наживил На его штатные места Сейчас мы Верхний рычаг Прикручиваем тоже К верхним крепежным элементам А затем Вешаем уже Поворотный кулак То есть ступицу Ступицу прикручиваем К шаровой Ну а дальше там пружина и так далее Кстати верхнюю шаровую В комплекте идут гайки и болты Шайб нет, я шайбы как говорится Они что в Америке шайбы вообще не любят Все без них делают Ну а так то нагрузку то распределить то По законам физики Можно и нужно Так что идем дальше Собираем Заведение пружины Ну понятно стяжками ее стянули наполовину Ставили В верхнюю опору В нижнюю она заходила Очень плохо наполовину зашла Снизу начинаем давить подкатным данкратом Нижний рычаг выравнивается Становится в горизонтальное положение И это позволяет пружине Уже тоже вставать в нижнюю чашку Ну а обильно Поливать смазкой Поливать смазкой Чтобы трения Сильного не было Чтобы пружина Ну заходила туда Ногой ее вот так туда Хлобысь И она потихоньку туда залетает Заходит Вот сейчас будем еще танкратить Страхуемся блочками Чтоб Обратно не стукануло И сейчас будем дальше В рабочее В стандартное положение Нижний рычаг Устанавливается Все больше и больше двигается И пружина занимает свое рабочее положение Соответственно Она сейчас еще немножко И должна туда встать уже На свое место Как только встанет Сразу надо ставить На свое место ступицу Чтобы она уже держала Верхний и нижний Рычаги Так, идем дальше Сделал еще два качка донкратом Потом взял длинную фомку И В нижний виток Который должен Зайти Там в ямку В свой паз Один раз удар Бах Она туда заскочила По смазке по этой И все, села Стяжки убираем Теперь быстренько Ставим ступицу Ну что, хороший результат Мы собрали Переднюю Подвеску Ну как передние Рычаги Верхний и нижний Новые сайленты Новые верхние Шаровые Новые нижние шаровые Верхние Нижние Стабилизатор Поперечной устойчивости Вот это Крепление Уже было у меня Да, кстати Новый амортизатор Вот он, желтенький Вот он для каприса Новый амортизатор Все сделано Как бы путево Хорошо Холла Подходит Как она Волга Волга 24 Все По ней пробиваются В наличии В Москве Две резинки Между рамой Стопорная Гаечка Хорошая Да Сейчас мы теперь После всей Процедуры Поустановим Красивый Снизу крепления Хитро так сделано Еле-еле там залезешь Шайбу поставил Потому что было без шайб Пружина Для этой машины Новая Тормоза накинул Стопицу накинул Здесь у нас Видно крепление Амортизатора Вот эти вот Боковые Стяжки Их надо Никак не стяжки Которые крепят Ось Ось верхнего Рычага Их надо Стягивать Когда машина Опущена Когда под нагрузкой У ее В стандартном положении Вот такие Результаты Хорошие Прикрутил Рулевой редуктор Останется Только Вал Промежуточный За Бацать И что у нас сейчас У нас сейчас У стабилизатора Поперечную Устойчивость Открутил я Вот эту Ее резинку Здесь конечно Трэш Опять Рамы больше нет Нет больше рамы Там внутри уголь Лежит Она же Руда Вот этот ужас Вот этот ужас Как превращается металл Обратно В свое Порезоначальное состояние Крепление Это конечно Болты Просто уже начали Разлагаться Это Это конечно Зрелище Вот это крепление Сейчас очистим Еще может быть послужат Просто здесь грязи больше Но заменить Вот эти вот болты Я не знаю Туда они заходят Там ответная часть Просто вот резьба Резьба уже Даже Все расслоилось Наверняка Здесь все Дюймовое Найти замену Попытаемся Кстати Вот этот Не такой Ты и разбитый А ну вот так Его раскрышило Сейчас возьмем В руки Новые Сравним Новый Так Я боялся Самое главное Что по диаметру Они подошли Да Какие-то они Какие-то они Этот От старости Что-ли Разбухший Поймешь Вот тебе Американские машины Этот В новый В старую Скобу Влезает Сейчас Самое главное Чтобы Внутреннее Подошло Так Тоже ему Нравится Да Этого Раскрючила Особенно Вот так Такие Нагрузки Там Обалдеешь Две Там Две тонны Груза Так Ответственный Момент Идем мерить Чтобы он Влез В саму Трубу Пруток Есть Контакт Идеально Подошел Это Великая Удача Когда Ты ищешь Запчасти Почти 40 лет После того Как выпущена Машина Все Счистим Красим Собираем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...